Закон гармония. Пункт шаблоны, ритуалы, суеверия. Ничто так не мешает прогрессу, как шаблонное поведение людей. Шаблоны – это склонность к упрощенному шаблонному поведению и типовым ответам. Диалог в лифте. У вас собака бойцовая порода? Нет, собака из группы терьеров. Сегодня по радио рассказали, что бойцовая собака загрызла хозяина. А у вас сыну сколько лет? Восемнадцать. Сегодня по телевизору показывали, как восемнадцатилетние подростки ограбили и убили таксиста. А при чем здесь мой сын? А при чем здесь моя собака? Сказать спасибо за такое мышление можно особенностям нашего головного мозга. Это шаблон, который уменьшает и упрощает объем информации. Потому что выникать головному мозгу в детали очень энергозатратно. Оттого все живое стремится минимизировать любые действия, в том числе и мыслительные процессы. Опять обратимся немного к науке. Итолог Протопопов даст нам небольшую лекцию. Исключительно важной для нас разновидностью шаблонов являются врожденные шаблоны, порождающие инстинктивное реагирование. Привлекательность врожденных шаблонов состоит не только в том, что они вовлекают в обработку малоисходных данных, но и в том, что эта обработка осуществляется глубокими, древними и специализированными структурами мозга, работающими быстро и экономично. Именно это обстоятельство позволяет инстинктам человека жить и процветать, несмотря на, казалось бы, массу альтернативных способов анализа окружающего мира. Разновидность шаблонов использования готовых решений, выработанных другими людьми, что, например, широко практикуют школьники и студенты, когда списывают ответ у отличника. Любому живому существу присущее активное стремление ездить за чужой счет. И умственная деятельность здесь никак не исключение. Другое дело, что субъективно это стремление выглядит, как правило, совсем не криминально, а даже пафосно, как доверие авторитетам, традициям, устоям, ценностям и тому подобное. Думать практически не надо. Просто нужно следовать готовым схемам кем-то предложенным. И не обязательно навязываемым принудительно. Можно и самому их жадно впитывать. Если к их выработке данный индивид может быть непричастен никак, то это чистая экономия. Хотя, возможно, и широко представлены шаблоны, в виде устоявшихся привычек, выработанных самостоятельно, когда-то в прошлом. За это еще одно спасибо ему же, мозгу, что автоматически связывает два события, которые никак друг на друга не влияют. Любое случайное действие, которое однажды привело к успеху, он считает важным событием. Без него в следующий раз не обойтись. Помните, как нас воспитывает вселенная и законы эволюции? Кнут и пряник. Дали вкусненькое в одном месте, туда же пошел за добавкой. Например, если хищная птица под одним кустом найдет зайца, то в следующие десять дней обязательно будет под этот куст наведываться. Если животное получило разряд тока в определенном месте, то оно будет обходить этот участок за десятки метров. Все помним эксперименты профессора Павлова с его собачками и условными рефлексами. Это из той же серии, называется «Динамический стереотип». И эта особенность так глубоко заложена в каждом организме, что справиться с врожденным поведением непросто. Вот и человек с особенностью вести себя ритуально, считая шаблонно, делает так же. Свои верия всегда ведут к ограничению себя в возможностях и развитии. Эту особенность важно знать и просто работать над этим чуть больше. Ритуалы и суеверия Приведу отрывок из книги биолога Праер Карен. Не рычите на собаку. Пример. Человек, грызущий карандаш. Если во время экзамена вам случится взять у рот карандаш, и тут же вас посетит правильный ответ или хорошая мысль, то это подкрепление может изменить ваше поведение. Когда грыз карандаш, пришли хорошие мысли. Таким образом, это действие подкрепляется. Человек начинает верить, что это помогало ему думать. В действительности же, это было всего лишь случайно обусловленное поведение. То же самое можно сказать в отношении определенной одежды или совершении некоего ритуала перед тем, как взяться за какое-либо дело. Биолог Праер подметила, что многие потомственные дрессировщики находятся в плену у суеверного способа мышления и поведения. Среди них встречаются те, кто говорит, что дельфины предпочитают людей, одетых в белое, что мулов необходимо бить, что медведи не любят женщин и так далее. Это относится и к тем, кто работает с людьми и считает, например, что на пятиклассников необходимо кричать и что наказание необходимо, чтобы добиться уважения. Такие воспитатели находятся во власти традиции. Они вынуждены всегда работать одними и теми же способами, так как не могут отличить действенных методов от того, что является просто суеверием. Это шаблонное поведение обнаруживается у представителей многих профессий в образовании, технике, военном деле, но в большей мере, пожалуй, медицине. Метры рецептов выписывают пациенту не потому, что все препараты обладают чудесными свойствами, а просто потому, что так всегда делали или все сейчас делают. Интересно, что суеверное поведение не исчезает, если вы просто указываете на его неэффективность. Будучи прочно заученным человеком, оно сильно оберегается. Попробуйте поговорить с врачом о его привычке использовать неэффективное или даже вредное лечение, и вы получите отпор в соответствующих выражениях. Также спортсмены с суеверным выражением нервного возбуждения будут яростно противиться всякому, кто предложит им играть в мяч, скажем, без кипки, до которой он четырежды дотрагивается, или оставить флюшевую мишку, счастливчика у себя дома. Единственный способ избавиться от суеверного поведения – это убедиться, что оно не связано с подкреплением. Перестаньте загонять себя в коробки условностей и ставить себе границы. Вы автор своей жизни или жертва обстоятельств? Будьте свободны. Выбор всегда за вами. Работа с ритуалами и суевериями Как только поведение начинает формироваться, разнообразьте вариантов условий, которые не представляются вам важными, чтобы не возникло какого-либо случайного подкрепления мелочами. Оно впоследствии будет вам мешать. Перестаньте связывать свой успех с фенечками, амулетами и прочее. Ваш успех зависит только от вашего многократного опыта. Количество со временем перейдет в качество. Это неизменный закон, и это полезное убеждение. Главное – опираться на разум и осознание того, что мир огромен, многообразен. Многообразие – основной принцип мироздания. Не бывает ни двух одинаковых снежинок, ни травинок, ни людей, ни душ. Для разнообразия неплохо вспомнить нечто такое, что существует не только у меня в голове. В нем может быть все, что угодно. Любые варианты, любые версии, любые нюансы. Нет одной формулы для всех. Один вариант может не подойти для всех, и это правда. Мир не черно-белый. Его палитра состоит из множества оттенков. Это радуга и буйство красок. Придерживайтесь следующих пунктов. Если и оцениваете людей, ситуацию, себя, то не поверхностно, а с учетом дополнительной информации. Анализируйте, идите вглубь. Перестаньте порхать, как водомерка по воде. Загляните под воду. Во всех делах очень полезно периодически ставить знак вопроса к устоявшемуся убеждению. Перепроверяйте информацию сами, а не собирайте мнения критиков и авторитетов. Осмельтесь мыслить самостоятельно. Когда начинаешь сомневаться в мыслях авторитетов, тогда начинаешь мыслить сам. Учитесь думать сами. Берите из любой информации то, что вам ложится на душу, и составляйте из этих пазлов свою картину мира. Научитесь легко создавать полезные и нужные убеждения и отказываться от ограничивающих. Итого общий рецепт прост. Чтобы достичь успеха, нужно уходить от привычных шаблонов действий. Действуй много и разнообразно. Практика. Исходная ситуация «Черная кошка перебежала вам дорогу». Ваша фраза на эту ситуацию «С каждой перебежавшей кошкой мне приходит все больше новых возможностей в том-то и том-то». Здесь вы заранее ставите свою цель и представляете, как эта энергия по коридору доходит до вашей мечты, а там полная картину маслом уже сбывшаяся мечта. Работа над шаблонами поведения Человек по жизни постоянно наступает на дни и те же грабли и не делает выводов, тем самым усугубляя свое будущее. Сюда относятся неэффективно работающие психологические и поведенческие паттерны шаблона модели, своего рода серийность поведения. Например, человек не умеет поддерживать разговор в группе людей, такой зануда, от которого все шарахаются. Или человек слишком много болтает, не давая сказать остальным, перетягивая одеяло внимания на себя. Таким людям тяжело ужиться с окружением. Или человек склонен к негативной критике в чужой адрес, по поводу и без повода, но в свой адрес обратную связь категорически не принимает или не видит. Почему мы не видим своего поведения? Это особенность нашего мозга, наработанная годами нейронная связь, то есть привычка, проскальзывает как рефлекс со скоростью болида в 400 км в час. Как работать над собой в этом случае? Здесь работа идет на приобретение нового полезного поведения. То есть у вас отсутствует полезный поведенческий навык, вы видите этот пробел в своем развитии, хотите приобрести новый шаблон и встраиваете его в течение 21-45 дней. Самое сложное в этой работе – увидеть себя. Часто человек считает своим достоинством или нормой неадекватное поведение. Обратитесь к адекватным, компетентным, мудрым людям из своего окружения. Сходите на развивающие тренинги, курсы или к психологу за обратной связью. Они расскажут, что у вас не так, что подтянуть, что улучшить в своих реакциях. Хорошо бы записывать себя на диктофон или снимать на видео и многократно просматривать. Это реально помогает. Даже тогда, когда считаешь себя эталоном, всегда есть куда расти и нет предела совершенства. Первая задача – увидеть себя со стороны. Закон гармония – пункт осуждения. Один из важнейших подпунктов нарушения данного закона гармония – это осуждение. Перемывание костей ближнему. С точки зрения космических законов, энергетическое нападение на соседнюю клетку нашего общего организма космос. При осуждении идет заражение людей низковибрационной энергии, которая воздействует как на сам объект, так и на все вокруг. И сейчас по Земле идет самая главная эпидемия – осуждение соседней клетки. На высшем уровне Творца нет добра, нет зла, нет плохого и хорошего. Во всем есть глубинный замысел. Для чего-то данная клетка космоса оступилась вразрез с устоями и мнениями. Я уже приводила примеры, как экологично помогать людям, которые нарушают правила мироздания. При всей внутренней любви к человеку можно и нужно жестко пресечь зло, применив все возможности уголовного права. Если отступился близкий, то поставить его виртуально в своем воображении в круг близких или ангелов и говорить ему 10-15 минут о том, что он мудрый, добрый, щедрый и так далее. В то же время выстроить формат отношений, который будет способствовать исправлению ошибок. Например, мать усилена перед сына за то, что он после своей устроенной вечеринки загадил всю квартиру. При этом она сама выгребает мусор, продолжая сокрушаться в его плохом поведении. И это пример, как нельзя делать с позицией высших законов. Как правильно? Спокойно сказать сыну. Сынок, я тебя люблю. Ты у меня замечательный, аккуратный, ответственный. Я уверен, что ты справишься с уборкой после вечеринки. Сколько нужно тебе времени? Отлично. Если в это время не уложишься, пойдут штрафные санкции. 500 рублей из твоей копилки. Очень тебя люблю. Поцеловать подкрепление нужного поведения и пойти заняться своими делами. Если даже он плохо справится с уборкой, то можно позже доубираться, как вам нужно, или подправьте все до полного порядка вместе с ребенком, хваляя его за помощь. Главное, не ругать его за то, что все делает не идеально, так как вам надо. Иначе вы ему все руки отобьете своими негативными реакциями. Все живое стремится к радости и убегает от боли. А негативная критика это психологический прессинг, говорящий о том, что ты плохой. А значит, подсознательно ребенок считает себя изгоем. А это на подсознательном уровне равносильно страху смерти. Мучающие молчание члены семьи после ссоры это тоже акт изгнания виновника из племени. Это самый простой способ наказать. Но поверьте, отношения ваши этим вряд и наладишь. Нужно разговаривать с близкими и решать вопросы сразу по мере поступления их в конструктиве, спокойствии и позитиве. Перемывание костей ближнему Забудьте эту дурную привычку как страшный сон. Этим каждый из нас серьезно текущает свою карму и всего человечества. Вроде пустяшное нарушение, а за этим стоит огромный энергетический солитон и грегор суждения, которые вытягивают и отравляют нашу жизнь. Представьте 7 миллиардов людей, большая часть которых постоянно занимаются осуждением, а как средство возмущением пространства Земли. Она уже так устала, именно поэтому периодически через катаклизмы планета нам показывает, как мы бездумно сеем негатив. Мы очень много часов в день этим занимаемся, а количество всегда переходит в качество. Вот и болеют люди, не зная за что. В том числе и за это. Уберете эту привычку, сразу почувствуете, как ваше здоровье начнет улучшаться. Более подробно об осуждении будет рассказано в законе единения. В нем будут даны дополнительные рецепты, как нам землянам выйти на другой качественный уровень взаимодействия друг с другом. Учитесь переводить свои деструктивные чувства в свой дополнительный ресурс. Когда человек понимает, что все ему на пользу, недовольство и претензии переходят в принятие. Человек обретает гармонию с окружающим миром и собой. Он становится подобием дворца. Вы с ним на одной волне. Вслед за этим в человеке наступает следующий этап. Безусловная любовь к себе, людям и миру.